а у тебя парень есть нет а ты его ищешь нет еще раз маленьком да нет особо не хочу не зацикливаюсь на этом ну что за какие у тебя увлечения увлечения да разные но времени нет на них рисую потом книгу читаю а ты а у меня отпуск и я его бесцельно прожигаю насколько отпуск лиц 28 дней осталось 10 лизунчик я тоже хочу каникул тебе нельзя ну спасибо на сколько тебе двадцать пять но на что у тебя время уходит ты говоришь нет свободного времени до пяти в школе а так бы наверное в танцевальный кружок ходила да если было время свободно танцы это ну то есть я бы ходила но не особо хочу я люблю фехтование ходила но потом бросила бросила потому что времени не стало хватать да ну плюс много синяков шиняков и все такое ну то есть это жесткий спорт синяков от этой палочки от шпаги да патрапиры ну а там же всякие защиты это особо не помогает но то есть там есть нагрудники а вот руки или ноги там нет ничего ничего вот когда пойдешь работать будет полегче потому что не надо будет делать домашние задания ну зато работать надо но я не буду я буду сама на себя работать кто будешь предпринимательшей конечно у меня друг был предпринимателем говорит ой столько времени много прям даже не знал чем заняться так было скучно ну зато деньги ну да зато не зато а и вдобавок деньги ну вот да наоборот когда скучно это хорошо я люблю когда скучно это обозначает что есть свободное время почему ты не любишь веселиться люблю ну вот в клубы ходи весело а мне не с кем ходить у меня все друзья каблуки почему девушки нет мне почему они хотят детей а я не хочу детей и они не бросают после этого да на сколько у тебя длились отношения дольше все полтора года самые длинные ага а видно а ты хочешь детей в будущем в будущем а к тебе на улице подходит знакомиться в эстонии в эстонии такого не делают у нас все тихо это противозаконно да нет ну просто у нас здесь вот так половину русских половину эстонцев и когда подходишь они не понимают на каком языке говорить то ли на эстонском то ли на русском поэтому у нас не знакомятся ну а что трудно различить эстонский от русского не ну типа понравилась девушка и не узнаешь на каком языке к ней подойти на эстонском начать разговаривать на русском может она вообще эстонского не понимает ну это не страшно ну не знаю тут не особо любят русских в интернете знакомятся ну у тебя там суфлер появился да там сидит далеко у него кстати голос какой-то такой более качественный такой резкий да приветики привет у тебя какой-то такой более прозрачный голос ну блин спасибо может быть это из-за того что ты близко к микрофону сидишь а наоборот дальше да я дальше к микрофону да сидела сидела там подслушивала да и потом не выдержала не знаю она сейчас пришла а я в наушниках тут все она взяла а вы сестры да да одногодки нет я старше а как вас угарать с дела в эстонию попасть ну живем тут хрен не приезжаешь хочешь в эстонию приехать куда-то а мне не к кому ну просто посетить страну да я лучше вам на ютубе включу и там покажу там неинтересно показывают хоть прям бери камеру и самому снимай дай нет а ты где живешь под москвой город тула может быть слышали тульские пряники ага и как там ну холодно пока и сыро и грязно у нас сейчас гроза а потом град был так что тоже не очень погода будет град град уже только что запомнился ага крупный ну нет маленький а у вас там в контакт тоже есть в эстонии да ну да и в основном там все знакомятся да русские ну как русские эстонцы в фейсбуке сидят эстонцы в фейсбуке сидят это они как бы на зло делают да да нет ну у нас есть такое стране что типа но эстонцы не любят русских а ну а ну а как ну нас зовут меня лиза нет я же тебе уже говорила меня да нет дальше а точно да дальше память плохая а меня как зовут у 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 андрей вениамин у 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 иностранцевые, которые приезжают к нам? Что есть, типа, недолюбливают и так далее? Ну, недолюбливают, а что с этим поделаешь? Тихую не любят, и все. А ты как к этому относишься? И ничего не высказывают. Ну, вообще, они, конечно, много себе позволяют. А какие у вас иностранцы, примерно? Армяне. Они вообще, они просто, как мафия, везде свои влияние свое везде оказывают. Ну, понимаю. И на машинах хамят, там могут подрезать, там. Или вообще остановятся, начнут там права качать. У тебя было такое? Ну, да. Курс. И ничего не сделаешь, потому что у них там семья. У них огромная семья. Даже есть такое, что, типа, у них станет намного больше, чем у нас, потому что у нас норма детей в семье, это 2-1, а у них это 4. Не, я имею в виду, семья такая, что там, как это, как в фильмах, в итальянских, там, добро пожаловать в семью, вот эти все бандиты. Ну, как цыгане. Да. Есть, конечно, узбеки, но они добрые, они труженики, потому что у них в Узбекистане дела совсем плохие. Я не готова в колонце жить ради зарплаты 15 тысяч рублей. В месяц 15 тысяч? Ну, да. Это почти жить. Это же мало. Ну, а там вообще работы нет у них в Узбекистане, в Казахстане. И смысл работать? Ну, чтобы с голоду не помереть. Капец. Ну, да. Добро пожаловать в жизнь. Так. Подожди, я хочу убить. Сколько? 15 тысяч это? 200 евро. Капец. У нас 200 евро только на квартиру идет. И то, квартира своя, да? Ну, как? Ну, квартира, да, своя. А чья же еще может быть? Не, а съемная может быть. еще. Не, у нас не так. У нас свои. Дорога, да, у нас съемная? Ну, не знаю как. Ну, мы тоже, ну, как, другим даем. У нас есть еще одна квартира, мы там снимаем. Ну, для людей. это у вас целый бизнес. Ну, как? Ну, не скажу. Что? Ну, не сказала бы, что целый бизнес. толстый. Так получилось. А ты начнешь бизнесом заниматься сразу, как школу закончишь? Ну, а что мне делать? Ну, а то там дальше еще идут учиться. Ну, да, но я еще не знаю точно. Я еще не знаю точно пойду. Это все зависит, поступлю ли я вообще куда-то. не поступай. Ну, у нас тут сложно. Что? А родители? У нас сложно тут поступать. А родители настаивают, чтобы дальше училась? Да нет. У нас родители не контролируют. А сколько Лизе лет? Что? Сколько лет Лизе? 18. Ну, это один год разница всего. Ну, да. Даете друг другу лекции, ну, не друг другу, она, наверное, тебе все учебники передает, да, по наследству. Нет. А у нас учебники отдаются обратно потом в школу, то есть ничего не достается. Тетради достаются, да? Угу. Как вам тут нравится в этом аудиочате? Не знаю, тут первый раз. И прямо сразу на меня попали, да? Ну, как, ну, тут уже на педофилов, на всяких, на грубиянов. был один спор с одним человеком, который жестко оскорблял Эстонию, переходил на оскорбление, на это было вообще необоснованно. Он просто где-то какую-то статью прочитал, и у него сразу образовалось такое странное мнение, что, ну, типа, тут теряется у всех гражданство, но это такой бред, что, ну, как бы, мы же тут живем, ни у кого ничего не теряется, у всех все хорошо, законно, все документы, Значит, он сталкнулся. с таким удивлением. А как вы поняли, что педофилы тут были? Ну, он просто прямо сказал, что он плохой, и хочет только одно. Ну, обычно, когда собеседник начинает разговор с вопросом, ты кто? Прямо вообще злость такая берет, и думаешь, что бы такого пожестче сказать? А ты тут первый раз общаешься? Нет. Нет? Находил друзей. Кого? Друзей. Ну, да, тут одного нашел, от него вообще не отмотаешься. Вчера до полтретьего с ним разговаривали. Прикольно. О чём сказали? О мониторах, о жестких дисках. Понятно. Да. О видеокодеках, об аудиокодеках, об видеоускорении. А это что? А это видеокодеки могут воспроизводиться через видеокарту. то есть... Ладно, ни в чёрну, ничего не понятно. То, что YouTube такой плохой, мы там тоже обсудили. YouTube? Ага. Надо что там. Ну, он свой видеокодек продвигает VP9. Ладно, можешь не продолжать. Я не понимаю ничего. И ещё они на страйк кинули. Ну, то есть предупреждение. За что? Уже второе предупреждение. За что? А я видео перезалил чужое. страйк дали. Оно французское было, а я его название по-русски написал. А потом, видимо, автор этого видео случайно наткнулся на это видео и пожаловался. Ну, капец. Обидно. Если за три месяца я получу ещё два предупреждения, это мой канал удалят. Получись канал? Да. И мне так жалко, если вдруг удалят. Удалят как называется? Секрет. Так, почему секрет? Ну, не знаю. Я посмотрела. Я по матам иногда говорю. Ну, и что? Я слышала матчика. 666. Неплохо. Хочешь ещё одного или двух подписчиков? Обойдусь. Самое интересное, что из этих подписчиков может быть на новое видео может быть два или три человека всего приходят. Да, почему ты не хочешь сказать? Ну, потому что там всякие видео. Ну, плохие видео там. Расскажи. Там некоторые видео я прям даже мне было стыдно, что я сделал. Они там на коленке сделаны такие с шумами. Ну, что? Выставлены для всеобщего обозрения. Почему нам нельзя посмотреть? «Хотя вот сделал видео одно там вообще на коленке оно набрало 30 тысяч просмотров». «О, нормально». «Ну, просто я смотрю какая тема не освещена в ютубе и я заполняю этот пробел». «Таким образом». «Я хочу посмотреть». «Там в основном не технические темы». «Ну, что? А технические «И леса там моего не видно, я стараюсь не палиться». «Там только в одном месте видно выражение машины на краске. «И себя стесняешься?» «Что?» «И себя стесняешься?» «Ну, да, я страшный». «Да нет». «Что?» «Нет». «А что, ты видела меня?» «Наверное, я не знаю». «Могу узнать». «Да вам все говорят, что страшный, я думаю, ты не будешь исключением». «Ну, хорошо, что ли?» «И страшных людей». «Что?» «А «И инстаграм у тебя есть?» «Нету». «И в контакте я под фейком сижу». «Почему?» вообще весь такой зашифрованный». «Почему?» «Да ну, там еще ФСБшники какие-нибудь вычислили». «А тут у тебя что есть? Что-то незаконное?» «Что?» «У тебя что-то незаконное есть?» «Ну, пока нет, но вдруг там появится на всякий случай». «Так они все у нас могут вычислить?» «Ну, да». «Ну, ты смысл скрываться?» «Или там я с кем-нибудь начинаю спорить в паблике». «Ну, был кого-то разозлил, он потом на улице меня увидит». «Ты что, еще что-нибудь тебя подбьет?» «Ну, да». «Ну, тот же мужчина может защититься». «Ну, вообще-то связи решают. Если у него связи в Моссарне есть, то я не смогу защититься». «Ну, это да, но тогда лучше, наверное, не спорить с такими людьми». «Ну, а если он не прав, что делать тогда?» «Просто игнорировать». «Я так не могу». «У меня же все равно фейковый аккаунт, так что можно и получить его уму-разуму?» «А вы куда-нибудь на выходных ходите?» «Нет, но я гуляю честно». «С котом?» «Не с котом, друзья». «А наверное, нравится музыка такая мощная, да? мощная?» «Мощная». «Не, она не ходит по клубам». «А где можно с друзьями еще быть, если не в клубе?» «На улице, в гостях». «На вписке?» «Да». «А мне музыка очень сильно нравится клубная. Не очень?» «Очень, но ходить не с кем. один. знаешь, можно познакомиться с кем». «Да». «Очень, все. Придеть, честно, музыку послушать и уйти потом». «Ну, почему познакомиться, выпить там, храбрость появится, познакомиться». «Ну, будут смотреть, как будто какой-то странный там маньяк на не пришел?» «У вас опасно жить?» «Где?» «В России опасно жить?» когда?» «А в Эстонии?» «Нет, но нет, у нас не криминальный город и страна вообще». «Ну, полиция реагирует быстро, да?» «Да, был случай, помню, в городе я читала, что мужчина шел с ножами в руках, поднял руки наверх и стал так ходить, но его полиция сразу убила, они подумали, что он опасен». «А, застрелили, да?» «Угу, в центре города просто так шел, руки наверх и нажат. Вот. «Фига себе!» «Угу». «Ну и другим будет наука, да?» «Ну да, но это глупо, конечно, идти в центре города рядом с полицией, но сам дурак». Да, «Глубая смерть», мог бы там какой-нибудь подвиг совершить. «А, зато в интернете написали про него». «Кстати, вот, кто убил Джона Леннона, он тоже сказал, что хотел попасть». «Хотел прославиться любой ценой». А еще есть видеорулетка, Знаете, да? Ну что, еще раз… Видеорчат рулетка есть. Да. Я там не хочу быть. Я там была, больше не хочу. А ты там сидишь? Не, я тоже минут 10 посидел и ушел. Ну, там возвращенцы. Ну, и они там переключают быстро. Или, например, вот, я хочу с выключенным светом сидеть, и получается, что меня там не видно. И они не видят, что картинка черная. «А, включи маленькую лампочку». «Что?» «Включи маленький свет какой-то». Ну, вообще хочется с закрытыми глазами или там на диване лежать. Вот, а им непременно всем нужно, чтобы картинка была, еще там даже предупреждение было, выскакивать в классный виде. Странно. Да, и... письки все показывают. Письки там обычно показывают. Ну, необычно, там, может быть, одна писька на 20 человек. А, но в вашем случае больше, да, выжат девочки. Вам письки чаще показывают. Да? Это мы... Это не письки ни к чему. Они и у себя видели. Нам ни к чему. Зачем нам? Ну, может быть, они думают, что вы возбудитесь. И им тоже покажем фибушки. Нет. Или оцените достоинство, скажете, ой, какой красивый, подожди, не отключайся. О, боже! Это же глупо. Мы даже не знаем его. фу, фу. Ну, мало ли, что не знаете, вы знаете. Не хочу знать. Но меня там поразило, там иногда некоторые такие длинные показывают. Думаешь, как он его отрастил. все, я туда больше никогда не зайду. Спасибо, что предупредил. Пожалуйста. А об этом чате как узнала? Да, вообще, без понятия. как-то узнал. А я просто подумал, что раз есть видео чат, значит, наверное, есть и аудио чат, и просто набрал поиски аудио чат. И тут выдала только это? Или там много есть? Нет, это. А он не особо популярный. этот? Да. То есть сейчас только 31 онлайн. Но из аудио чатов я друг альтернативы не увидел. Хотя есть приложения для мобильных устройств, много всяких разных. Тоже я там пытался побеседовать. Ну там с иностранцами я по-иностранному не бельме не понимаю. это самый лучший. Думаю для многих это лучше. Кому например одиноко или просто хочется поболтать. Да, я тоже так считаю. Еще приложение было Zelo Rats там тоже можно они там групп такими конференциями объединяются и общаются. там то есть беседы уже большие. Они могут одновременно бубнить. Вот я там нашел две более-менее живые группы русскоговорящие и они про отношения Украины с Россией постоянно там по политику. Политика вообще не кстати. Они какие-то такие пенсионеры там сидят и про Путина там и прочее. Как ты вообще относишься к Путину? Ну я хотел я голосовал не за него он мне надоел он какой-то мямли да ему уже еще недолго может лет восемь еще не знаю но через лет восемь мне вообще уже ничего не интересно будет время будет потеряно все говорят вот следующий выбор на другого надо было выйти в выборы в нашей жизни дорого каждый час а мы время вообще не ценим это все откладываем на потом что потом будем жить сейчас потерпим а потом будет поздно так что начинай свой бизнес не трать время зря но еще рано это потом тоже начнешь откладывать на потом затянет ну я это понимаю ну это просто нужна мотивация и цель я вот решил под конец отпуска хоть как-то его с пользой провести поеду завтра удалять родинки где в медицинском центре а родинки где на лице ну на спине в основном у тебя их там много это же опасно ну да и зачем рак кожи хочешь он очень высок что очень высок может развиться рак кожи не страшно специалисты они понимают все не ну все равно большие шансы чтобы потом был рак кожи удалить родинки вообще не полезно ну зато тело будет покрасивее у тебя их что-то много ну да ну господи кто будет смотреть на спине прямо кому даже на фотке на фотке даже солнце тень отбрасывает от этой родинки но осторожно там это опасно все таки ладно спасибо да не за что то есть ты свои родинки не будешь удалять нет у меня вообще по чередине лица родинка она меня как-то устраивает а то можно лазером там нет я не это индивидуальность как-то надо оставить свою индивидуальность а не идти в стадо у моей мамы вообще родинок не было это я от отца унаследовал отцу повезло он прям выхватил альфа самочку являясь омешкой я еще иногда на форум действенников заходил а сейчас я на них обиделся больше там не пишу ничего а как они обидели ну я там всякие советы даю они не лайкают нифига только штыки все воспринимаю хочешь полайк полайкать хочешь лайки ну да могу лайки тебе нужно зарегистрироваться на форуме действенников пожалуй нет нет не 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 что-то думаешь о детственниках а на что они о них думать я не знаю типа они плохие или что ну нормально отношусь люди как люди не но некоторые считают что они недостойны отношений с девушками старше ну да лучше тогда уже в 13 лет или 12 лишиться этого потому что девушки не подкатили значит они некрасивые и там дохленькие не не видела как русских ну как видео мало кого не видела русских именно коренных и как они там выглядят обычно знаю таких места чеки инстачи которые все постит там такое цветочки там еда уточкой я таких знаю а если ты залетишь и ребенка оставишь в этом возрасте ну да не знаю я сама еще ребенок и у ребенка иметь ребенок это как-то глупо ну позвучит и просто я не знаю ну еще не знаю там по пьяни или просто я даже не помню кто отец может бы делала а так я подумала а у вас аборты можно делать или а почему нет но это дорого в советском союзе было одно время когда было запрещено делать аборты но это опасно опасно а ты как относишься к аборту положительно да почему ну чем плодить нищету лучше отказаться от ребенка есть шансы стать бесплотным бесплотный ну что поделать тогда еще кто-нибудь родит население не вымерет по-любому ну хочется же своего ребенка а чем он лучше чем другой ну некоторые не не хотят приема например все считают что ну не все многие считают что их сейчас плохо слышно не на лучшую там не должно у тебя у тебя как-то плохо слышно сейчас стало перевернулся на другой бок дарь а дарья он меня это как к учителю это как к учителю ты скажешь можно дальше да скоро лето начнется да да начнется у меня в июле у меня практика будет планируешь куда-нибудь поехать на море филяндию и в швецию потом осенью в париж и амстердам на город посмотреть что это город посмотреть но хиляндию не особо но там подруги поеду швецию просто чисто убедить а ты поедешь когда у меня сейчас и вся эта нибудь у меня друг дает файланд говорит мы тебя женим там и на тебя бизнес оформим и ты не хочешь мне кажется что это слишком слишком не избыточная мечта дорога да нет наверняка не все так просто там будет и у каждого бизнеса еще должен быть спрос ну я бы светила на море мы там далеко лететь чего-то таиланд 20 часов на самолете еще вижу вам надо делать таиланд это европы это азия тогда тогда и нам нужно виза что тогда и нам нужно виза мы тоже еще на как таиланд пусть это не европа а ты хочешь замуж за иностранца нет я за русского я ну как у меня вся семья русская но живут в стоне давно ну как родственники давно уже переехали при приехали предки переехали предки переехали в эстонию жить а так мы чисто русским ну например в америке много русских например какой-нибудь русский американец тебя бы взял в америку не хочу чем не там делать доллары тратить ой спасибо нет я по любви что там трамп решил девальвировать доллар а чтобы поднять экономику чтобы производство вернулось в сша не люблю трампа ну мы не об этом вообще конечно неприятно за всю историю доллар был крепкий эталон крепости евро сейчас но сейчас доллары дешевле чем евро сколько лет 150 долл вообще считался самым крепким но на втором месте а сейчас нет разве но сейчас а сейчас что на пиво лопа тут война надо уже в индии там полно золото да его везде полно золота только деньги плати ну да были бы деньги и во сколько лет ты решишь она в принципе если эта компания есть там можешь влюбиться запрос туда хоть завтра да куда любиться нет я не такой человек я не влюбчиво да все по планам расписано нет сначала учеба потом любовь и как пройдет господи судьба решит все я не особо такой человек который все расписывает жизнь сначала до смерти там я сегодня смотрел на ю тубе выступление там какого-то 75 года одного певца блин я в него влюбился и вообще он такой красивый и как зовут вот забыл он неизвестный но он такого же уровня как майкл джексон не русский но америкос а какие он песни прямой песни называлась папе love ну я так думаю пурпурная любовь переводится наверно так а у анка есть до осмотра может напугал но я сейчас уже слушаю голос похож на девочки сколько ему лет как будто 15 мне кажется ему до 15 слишком как-то он выглядит молодым и голос очень молодой но он такой симпатичный как девочка да для этого времени очень даже симпатичный слишком заросший то есть его слишком много на голове у меня это меньше вроде не знаю у него очень быстрые волосы я ему завидую я такие же хочу а зачем что их отрезала и я просто захотела я спонтанный человек а я у меня тоже густые волосы и мне жарко стало я машинкой себя обкарнал ну блин вообще густые волосы ой завидую да ладно ты наговариваешь у тебя тоже густые волосы ты не видел может мы хотели романтичная песенка такая да я раньше не слышала да почти два миллиона просмотров там да видишь а он потом повзрослел стал такой мужичок такой солидный сейчас посмотрим да может быть тебе его старшая версия понравится ой тут какие-то футболисты вроде не то не то не то я не знаю это он или не и не по нему а ну да он ну да красивенький да и молодой красивый нормальный смотри да ничего такой вышло бы за него замуж да пожалуй он слишком осторожен для него каким ты вообще-то уже ты раз там не слышишь как мне 61 год ты о чем 61 ты о чем ты можешь выбрать любое видео где он там тебе больше всего понравился я имею ввиду там старое старое видео можешь выбрать из-за него того в том возрасте вышло бы ну я его не знаю может он наркоман может алкаш какой-то я не знаю да афил какой-то кто знает а кто детей не любит все детей любят ну ну не все люди любят детей нет все женщины детей любят что ж они теперь все диподопилы ну не сказала бы что все женщины любят детей то есть большинство да могут не любить но больше любят а ты любишь детей да ну боже ну все пока я шучу а ты ужасник смотришь да люблю жистики а ты я их боюсь а тебе не снится потом сняться но это определенное время не всегда мне кажется вот там кто-то шабархнул во двери а ты один живешь а ну тогда да страшно было а ты ну я с родителями еще домашние животные да еще домашние животные да 3 домашние животные очень весело да семейка большая ну а что ужасненький тебе щекочек нервы да да когда щекочек нервы когда как я очень трусливый человек когда там в напряжении держит вот триллеры нет а я люблю какие-нибудь такие приключенческие где там природы много показывают фантастику фантастику любишь? нет люблю чтоб всякие зеленые деревья были в кадре и много да всякие космические корабли не люблю и какие-нибудь комедии которые постоянно в помещении проходят тоже не люблю а комедии? комедии люблю но только те которые на улице на улице когда на природе там а то есть сейчас много комедии из того таких ну ситкомы или там наподобие друзья помнишь что им там в помещении? да ну все однообразно в этой жизни стало и люблю чтобы днем съемки велись а не ночью значит ты день любишь больше ты ночь не любишь ты ночь не любишь ну ночью я люблю спать а я ночь люблю больше у меня у меня была девушка она любила гулять по вечерам и я ее переубедил я говорю нас природа наделила глазами которые умеют различать цвета а ты все равно ночью любишь не ну можно под закат ходить все равно там уже такая цветность ну почему когда закат наоборот все красиво там цвета небо розовое фиолетовое ну уже такое серое ну не знаю мне нравится закат например если окно выходит на запад то этот закат каждый день и как бы надоедает уже надо смотреть одно и то же ну летом да а весной или осень да очень особо нет уже сунта а Джастин Бибер нравится тебе? у него тоже такая прическа была по крайней мере когда он был ну да была раньше была популярная прическа чпок ему как у донни донни остин как он донни остман он еще такой счастливый постоянно да ну он уже пошел поженился уже не холостой а мне в принципе все он представляешь скольких поклонниц он обломал да когда женился не ну обидно то что это не все ли гром у них же был такой роман не знал а где лиза я тут она там уроки делает да нет телефон сижу ну как там гроза закончилась да осталось две и все лето купаться пойдем ну возможно а вы куда на речку ходите или на пруд ну в озеро там вода чистая узнаешь ну ну да ну это далеко ехать конечно ну минут пятьдесят ну для эстонии это много если что может у вас это мало ехать но у нас это много у вас там все компактно так плотно да ну ну ты можешь набрать эстонию и ты можешь увидеть на карте вряд ли ты ее вообще увидишь на карте то есть там она слишком маленькая нету промежутков да нет вообще нет ну например мы в тату до государства до Таллина ну то есть ну да или как там два с половиной часа ехать это довольно таки быстро еще за день можно путешествовать всю эстонию еще вот настолько она маленькой у вас беженцы есть беженцы в эстонии конечно они везде есть но не просто везде я не знаю где их нет а у вас но у вас точно есть у вас только украинцы украинцы у нас тоже есть украинцы но их особо очень мало но есть как ты относишься к украинцам хорошо я тоже у меня там такой хороший друг был у них там земля плодородная они вот в Херсоне например они два урожая картофеля собирают там и земля плодородная и тепло там хорошо я бы хотела украине с экономикой только проблемы там да и с политикой они по идее могли бы на натуральном хозяйстве нормально жить но просто у каждого ну да сад он бы там выращивал все да это все порошенко и все а у нас в средней полосе России то засуха то дожди зона рискованного земледелия америкосы так говорят ой америкосы все могут сказать они говорят что только абхазия более-менее подходит возможно я не знаю как в россии но я знаю там все ужасно ну то есть на рынке там все может быть старая то есть там вряд ли найдешь натуральную ну то есть редко когда и что выращено в россии оно как правило такое кислое если яблоки то кислые если мар ну я наоборот люблю кислые чем сладкое а я сладкое люблю я тоже люблю сладко я это кто я это кто я это я это даша с кем ты общаешься все это любишь кислые но именно фрукты да не знаю а вот если смотреть соленое или сладкое сладкое и ладно не важно у нее зависимость от сладкого ей значит не хватает ласки раз она любит сладкое компенсирует компенсирует ты компенсируешь нехватку ласки не ну все не надо не надо не надо больного нет у меня зависимость да а ты высокий метр восемьдесят по современным меркам это уже низкий да не знаю а высокий это считается скольки чего метр девяносто ну значит у нас в Эстонии все карлики все вот даже идешь по улице и прям ну смотришь какой-нибудь высокий парень идет и думаешь неужели высокий парень и без девушки потом встречаешь в следующий раз да ну нет не может быть чтоб он без девушки был потому что идет девушка я не думаю что только из-за роста я еще ни одного высокого парня не встречал чтобы он был без девушки а маленьких парней без девушек очень много девушки они на рост падли прям выбирают сразу выцепляют всех высоких ну конечно все любят высоких чтобы ощущать себя в безопасности так сказать ну да и там ну да и там ну да и там ну например девушка со средним ростом метр шестьдесят четыре там пятьдесят пять и шестьдесят пять нормально метра восемь есть то есть большая разница будет ну и чтобы потомство было здорово это высоко высоким людям ему проще создается и в обществе их больше уважают им проще да и плюс еще это зависит от харизмы человека ну то есть обычно кто высокий у тех самооценка такая более жестче ну то есть намного сильнее чем у низких то же самое как у мальчиков и у девочек кто низкие девочки считают принято таким дюймовочками которые такие стеснительные а вот более высокие обычно воспринимают более серьезными ну да ну то и обычно меня так и воспринимают серьезно воспринимают как ну я довольно высокая и какой рост метр семьдесят один метр восемь не я такие каблуки не нашел а поэтому это и минус вот у меня был один друг который был рост метр шестьдесят пять это ужасно было сейчас себя мужиком когда с ним будет шла гулять когда он меня звал это ужасно я читала достаточно восьми сантиметров разницы в росте в отношениях ну чтобы девушка была на восемь сантиметров ниже этого всем достаточно так что не переживай все нормально у нас уж средний рост девушек метр шестьдесят пять но они все равно себе высоких выцепляют ну это выглядит нелепо если нам придет девушка метр пятьдесят метр шестьдесят и у нее парень метр девяностая как по мне это выглядит нелепо это им все равно ну да всем все равно наверное вот у меня брат метр девяносто и постоянно ну один никогда не бывает ну он наверное обчивый очень вот я по крайней мере умею подкатывать и знаю что говорить а он не умеет подкатывать ну и стеснительно и все равно у него постоянно есть девушка потому что девушки сами к нему подкатывают очень странно у вас у нас вообще никто не обращает на рост ну типа всем наплевать на рост ну разу что если он не ниже девушки потому что это выглядит как-то не очень а ты стрижешься в парикмахерской в салонах что в салонах да парикмахерской а что ну иногда и сама вот челку я себе сделала сама год назад ну прав а что такое по идее я просто думаю с длинными волосами их проще там просто снизу отрезал ты глючишь ты еще заглушен ты глючил сейчас ну мне кажется что с длинными волосами можно самому по отрезал ну не знаю ну нельзя смолу стричь счастье отрезаешь не знала бы ну когда стрижешь сам себя то счастье отрезаешь не знал не знал так что лучше не стрижить там а это придумали придумали не парикмахеры нет ну если ты вери ну если ты верующий и там веришь приметам то то я например верю приметам поэтому как-то особо не хочу отрезать сама себе волосы страшно а мне парикмахерские не нравятся они постоянно волосы дергают а сам себя прям вообще ну ты же сам себе больно не сделаешь поэтому и это это будет это это правда это что это такое и это это то вот это это